Мне кажется, или Миша даже очень... ...какие-то свои способы хранения вещей собак. Отгрызть и проглотить. Вот сейчас-то мы и поговорим про размеры моих собак. Она меня очень удивила. Рики-лаки! Больше головы я мечу. Футбол? На тот же прикус. К себе, друзья, навсегда. Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. И так как я всё всегда стараюсь делать интересно и как-то необычно всё-таки для вас, в этот раз я решила снять не типичную распаковку посылок от подписчиков, то есть просто сидеть и показывать, что нам прислали, а полезную распаковку. Во-первых, все подарки я буду показывать близко и качественно, чтобы вы реально могли их разглядеть. А во-вторых, я буду по пути давать какие-то полезные советы и рассказывать факты о своих питомцах. И ещё скажу кое-какую новость про добавление в друзья ВКонтакте. Так что оставайся с нами до конца. Подписывайся на канал, если ты тут впервые, потому что у меня очень много самых разных животных. С нами всегда интересно. И поехали! Итак, это посылка от Будовского Екатерины и Полирушлины из города Калининград. В посылке было два письма от девочек, а также инструкция кому что. Для борзых ведьмы и любезного и нашего синбернара Вари. Для наших корги я обязательно им передам приветы. Для наших котиков антибиотика, чейза маленького. Вот такие вот лакомства зубочистики для Миши, Софии, Ивана и Юми. Нашим Йорком Капи, Уми и Нюри девочки прислали вот такие вот косточки. Они были упакованы в белую бумажку. Я доверяю своим подписчикам, но хочу попросить прощения за то, что я не отдам своим собакам эти косточки. Я уверена, что наши подписчики не желают нам зла и никогда не положат отравленные или просроченные лакомства. Но все же это мое правило. И советую вам тоже взять его на заметку и никогда не давать своим питомцам лакомства, витамины, вкусняшки, у которых вы не видели упаковку. Но спасибо девчонкам, я уверена, они хотели, чтобы наши Йорки полакомились. Этот мячик прислали Эйвану, но он стеклянный. Мячик, конечно же, очень классный, но, ребята, нельзя собачкам давать стеклянные мячики. Они же могут сломать себе зубы, если начнут ими играть. Нашим ланкаширским хиллером Эви и Лай, а заодно ее мячу, девчонки прислали куриные лапки. Кстати, а вы смотрели мое старое видео о белых лакомствах для собак? Если не смотрели, обязательно посмотрите его. Канатик просто идеален по размерам для моих чихуашек. Такой тоненький, небольшой, длиной с мою ладошку. Я думаю, все наверняка помнят из наших видео, что с щеночками нельзя играть в перетягивание, пока у них не сформировался прикус. А вот помассировать чешущиеся зубки, когда они растут, а заодно их почистить, будет просто круто. А вот со взрослой собакой можно и поиграть. Вот такое вот милое колечко для массирования десен и тренировки пасти. Для Миши девчонки прислали вот такой вот красивый белый ошейничек и попросили его померить. Сейчас мы оденем нашей Мишанке новый белый ошейничек. Все наверняка по нашим видео помнят, что одевать ошейник собаки нужно так, чтобы вмещалось два пальца между ошейником и шеей собаки. Мне кажется, или Миши даже очень идет белый цвет. Ну и, конечно, девчонки не оставили без подарков меня вкусняшки, набор магнитных закладок и классный белый спиннер. Коллекцию спиннеров от подписчиков. А также девчонки прислали натуральный минеральный камень с яблоком для наших милых пушистиков Рики-Лаки. Нарисованный имя Magic Family логотип. Аня, ты просто класс! И вот такие вот милые изображения с ушками. Конечно же, в письмах девчонок было очень много вопросов. На разные такие вопросы я обязательно буду отвечать в рубрике вопрос-ответ, иначе у нас просто не хватит времени на посылки. Кстати, вопросы на рубрику вопрос-ответ, которую я как раз собираюсь снять в ближайшее время, напишите в комментариях к этому видео. Лакомство я сейчас положу в наш специальный отдел для лакомств. Менькие игрушки пока что тоже пойдут в коробку игрушек. Все знают, что эту квартиру мы снимаем и в скором времени переедем наконец-то в дом, когда он достроится. Но в любом случае, даже здесь у меня есть какие-то свои способы хранения вещей собак. И если вам интересно посмотреть, как сейчас я храню вещи моих собачек, ставьте лайк этому видео, и я обязательно его сниму. Спасибо Лине и Кате за посылку. Я надеюсь, вам помогут мои советы, и вы, конечно же, не обиделись. И привет вам! Следующая посылка из Москвы, и она меня очень удивила. И я сейчас объясню, чем. Прислали ее четыре девочки. Амина, Медина, Умар и Марьям. Вот эти три милых подушечки смайлика для трех наших сестричек, вельшкорги кардиганов. Но один щеночек Варвара уже нашла свой новый дом и уехала, поэтому один из смайликов достанется кому-то другому. Ну, девчонки написали, что маленькая игрушка-жирафик для Юмичу, и она это явно уже понимает. Но сейчас я расскажу немножко про эти игрушки. Дело в том, что чисто детские игрушки, именно не собачьи, они не совсем безопасны для собак. Во-первых, потому что у них может быть не очень безопасный наполнитель внутри, и если собака порвет игрушку, она может его наесться. А во-вторых, вот эти вот маленькие детальки, такие как глазки и носики, собака может их отгрызть и проглотить, и это чревато не очень хорошими последствиями. Поэтому, ребят, если вы решите дать детскую игрушку собаке, обязательно проверьте, что там у нее внутри, и оторвите все-таки вот эти вот маленькие пластиковые частички, которые собака может съесть. Когда я увидела этот мячик, я подумала, неужели мы им маленьким чихуа прислали такой огромный мяч? Ведь этот мячик больше головы Юмичу. Но нет, оказалось, это подарок для нашей большой русской псовой борзой ведьмы, чтобы она за ним бегала. Футбол? Софиша, футбол, 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 давай футбол! Так что же меня удивило? Во-первых, у девчонок вообще нет животных, они все это купили специально для посылки. А второе, что меня удивило, это то, что все остальные игрушки не для наших питомцев, а для собак из приюта, в которые я недавно ездила и снимала об этом видео. Юми явно не хочет его отдавать, но он для тебя слишком большой, Юмичу. А также девчонки нарисовали логотип Magic Family Help канала помощи животным. И мой портрет вот такой вот. Спасибо большое Амини, Медине, Умар и Марьям за такую благородную посылку. Побольше бы таких людей, как вы. Посылка от Миловановой Ксении, город Морозовск. Вот сейчас-то мы и поговорим про размеры моих собак. Во-первых, спасибо Ксюше за красивые рисунки меня и Юмичу. Она прислала нам вот такие вот лакомства для зубов. А также очень милая одеялка для собачек. Дедик действительно большого размера, в него влезет, наверное, две моих собачки точно. Еще тут вот такая вот игрушка для Софиши, да, Софиш? А теперь как раз о размерах игрушек для собак, и в том числе для моих. Вот эта игрушка написано, что она для Миши, но эта игрушка для крупной собаки, никак не для Чихуахуа. Посмотрите на мячик, он размером чуть меньше головы моих собак, да и канатик очень-очень большой по диаметру. Конечно, они смогут грызть канатик, но эта игрушка достаточно тяжелая, и носить ее будет не очень удобно. Этот мячик тоже для нее слишком большой, он размером со стандартный теннисный мяч, а канатик довольно крупный, плотный и тяжелый. Ксюша, конечно же, старалась, и вообще, я знаю, что очень многие, кто видит моих собак в видео, думают, что они намного крупнее, а когда видят их в жизни, понимают, что они очень маленькие. Как крупным собакам нельзя давать слишком маленькие игрушки, потому что они просто-напросто могут их проглотить, так мелким собакам нельзя давать слишком большие и тяжелые игрушки. Кроме того, что это просто неудобно переносить их с места на место, это может повлиять, например, на тот же прикус. То есть, когда маленькая собачка или щеночек пытается тянуть за собой слишком громоздкую игрушку или слишком тяжелую, у нее может неправильно сформироваться челюсть. Ну а если маленькая собака взрослая, все равно игры со слишком громоздкими тяжелыми игрушками могут ей навредить. Поэтому лучше этого не делать, а покупать игрушки под размер своей собаки. Эти очень качественные и классные игрушки от Ксюши будут отличными подарками для наших вельшкорги-кардиганов. Ну а Ксюше привет от нас всех и спасибо за классную посылку. А теперь вот такая новость. В прошлом видео я сказала, что добавлю в друзья в Фейсбуке всех, кто вместе со мной сделает репост акции. И очень многие расстроились, что я не сделала того же самого ВКонтакте. Но дело в том, что ВКонтакте и Фейсбук все-таки разные социальные сети и ВКонтакте гораздо больше народу. Но я нашла выход из положения. Так как я хочу, чтобы мой канал развивался, рос и о нем узнавало как можно больше людей, потому что мы делаем действительно качественный, интересный и, главное, полезный контент, я буду вешать видео, как обычно, у себя на стене, а вы, как обычно, будете делать репосты. Но только теперь я буду добавлять трех случайных репостовших к себе в друзья навсегда. То есть я вешу видео, вы делаете репосты, тем самым помогая нашему каналу развиваться, чтобы о нем узнавали люди, а я выбираю трех случайных людей, добавляя их в друзья на всю оставшуюся жизнь, раз уж вам так хочется попасть ко мне в друзья. И я думаю, что это поможет также и каналу. Если даже вы не хотите попасть в друзья, просто, пожалуйста, ребят, делайте репосты наших видео, потому что так о нас узнает больше народу. Ну и не забывайте заглянуть сегодня на канал моих говорящих собачек. Они сегодня тоже сняли распаковку, я там просто помогала немножко, а там аж 10 посылок, и как всегда весело. И увидимся скоро в новых роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok